Я не художник, я прежде всего медик. С такими словами в нашу студию зашел сегодня Олег Ратанов. 19 ноября в Центре искусств состоится открытие его живописной выставки «157 до» и «Секунда после». Наш гость заявляет, что это его первая выставка, а кисти в руки он взял чуть больше года назад. Как так получилось, узнаем прямо сейчас. Перед вами, дорогие друзья, картина. Картину-то написал доктор, кандидат медицинских наук, а уже потом художник Олег Ратанов. Вот такая вот у меня картина есть. Здравствуйте, Олег. Я могу поставить ее сюда, потом мы к ней обязательно вернемся. Я вас прежде всего как врача представила, потому что все-таки вы медик, да, это правильно, первостепенно. Ну, прежде всего так и нет, да. Конечно, но не каждый медик, знаете ли, способен написать картины и открыть таким образом выставку «157 до» и «Секунда после». Что за название такое? Почему «157», почему «Секунды», почему «После», почему «До»? Название этой выставки дал не я, это дали искусствоведы, они посмотрели две картины, их очень заинтересовало эти. И две картины, одна так и называлась «157 миллиардов лет до», а вторая картина называлась «Секунда после». А на этих картинах я пытался так придумать или переложить на краску то, что у нас было еще до существования материи, до существования Вселенной. Ну, как бы некая энергия, да, которая не имеет ни образа, ничего. И потом вдруг образовалась, ну, как большой взрыв, да, и вдруг образовалась материя. И вот эта секунда после, это вот и есть уже образование нашей материи. А вот теперь, Олег, давайте разбираться. Вы занимаетесь чем? Вообще, ваша основная деятельность какова? Да я доктор, рефлекс-терапевт. Как давно вы занимаетесь тем, что лечите людей? Ну, более 30 лет. А как давно вы пишете картины? Чуть более года. А почему вы стали писать картины? Вам просто кто-то подарил масляные краски, вы решили, а, дай-ка я чуть помазану, и потом получилось. Или как? Ну, в нашей жизни примерно так все и случается. Да ладно, я угадала сейчас. Ну, как это все случилось? Нет, масляные краски никто не дарил, просто супруга нарисовала картину, думаю, ну, дай попробую. Хотя я никогда карандаш держал в руки. Нет, карандаш держал, но не рисовал, не писал. Вот. Ну, потом был такой сабантуйчик дома, да, и... Пригласили гостей, думаем, давайте вместе нарисуем картину. Вот. Ну, взяли вместе, начали рисовать картину, потом, потом, как бы, это пошло уже, гости ушли, а я начал продолжать. А вы продолжали. Ну, вот, оттуда и пошло все. А как бы вы сами описали стиль, в котором вы работаете? Вы знаете, искусствоеды мучаются, придумывают названия, а мне еще сложнее. Медицинотерапия, нет? Вот, все краски, которые лежат, они здесь, ну, цветов у нас семь, как известно, но тоже семь достаточных комбинаций, чтобы что-то получилось. То есть в этих картинах нет образов. И потому все зрители, которые смотрят на картины, да, они являются соучастниками и продолжателем творения этой картины. Потому что каждый видит в картине какой-то свой образ. Чем уж быть интересны эти картины, это, опять же, не мое, то есть я не могу хвалить этих картин. Вот, а картины зрителей – это то, что происходит творческий процесс, разглядывая эту картину. Так, мозг начинает работать. Да, она не настолько статична, то есть она совершенно не статична. То есть там нет дерева, яблока, да, здесь есть все, что угодно, и дерево, и яблоко. Я лисицу вообще увидела сразу. Все, что придумаете, да, что увидеть, то увидите. То есть вы увидели лицо, то есть все, оно уже материаловалось для вас, как лицо. Вот давайте о психологическом аспекте ваших работ мы поговорим чуть позже, прямо сейчас прервемся. Напомню, что в гостях у нас сегодня Олег Ратанов, это доктор и художник. Продолжим чуть позже. Сегодня в гостях у «Оранжевого утра» врач и теперь еще и художник Олег Ратанов. Любимый материал Олега – это масло. Определить стиль, в котором работает, для нашего гостя пока задача сложная. Все-таки писать картины он начал чуть больше года назад. И, как ни странно, получилось удачно. В нашей студии поговорим о том, как на наш организм влияет тот или иной цвет, и вообще постараемся научиться угадывать, что означает та или иная картина. Сижу я такая в студии с доктором, с кандидатом в медицинских наук, вся в картинах. Картины, между прочим, нарисовал не кто-то, а тот самый доктор Олег Ратанов. Доброе утро еще раз. Доброе утро. Слушайте, ну, мы тут все дружно, всем коллективам удивляемся, как же так. Вы всего лишь год рисуете, а уже такой успех, уже на телевидении, уже своя выставка. Вы сами этому не удивляетесь? Как вообще ваши коллеги, медицинские работники воспринимают то, что вы теперь еще и художник у нас? Ну, удивляются, естественно, по-доброму, надеюсь. А я спрашиваю, что это ты вдруг решил рисовать-то? Ты хочешь быть знаменитым? Ну, до того еще, наверное, не дошло. Не, ну как так? Подождите. Вот все нормальные люди, художники, учатся в архитектурных академиях, потом еще какие-то курсы-докурсы, куча выставок, чтобы потом какую-то свою одну персональную выставку открыть, и все, это успех. У вас такого ничего не было, нигде не учились. Как так получилось? Расскажите, в чем, это какой-то, наверное, психологический аспект? Может, вы повлияли как-то на людей? Нет? Ну, может, картины больше повлияли, нежели я. Вот ты, я и про тоже. Моя студия, художественная студия, она находится у меня в подъезде. Прямо в подъезде? Прямо в подъезде. Ну, просто позволяет такие возможности, там у меня квартира два уровня, вот, и последние, последние этажи, там никто не ходит, уже там стоит мальчик. И там у вас мастерская? Диванчик, да, и вот картины. Я картины развешиваю прямо в подъезде у нас. Многим нравится, и вот как-то у меня были знакомые, вот, они посмотрели, говорят, тебе нужна, там, выставка. А выставки, даже мысли никакой не было, какая выставка. А потом пришла наша общая знакомая, вот, она, в ней была здесь арт-студия, или, да, арт-студия, наверное, да. Она выехала в Крым, а потом приезжает к нам в гости, говорит, ой, Олег, надо же, вот, картина тебе, нужно тебе на выставку. Я говорю, ну, какая выставка? Ну, она здесь же набирает телефончик, и вот, искусствоведы, идите посмотрите. Пришли искусствоведы, говорят, ну, ничего себе картинки, так это же картины. Для меня вот это было удивительно, что у меня картины, а не картинки. Ну, и вот отсюда и пошло, и поехало. Вот так вот случайно все, все произошло. Вообще интересно, как вы творите, потому что, ну, есть художники, которые изначально видят конечный результат, понимают, чего они хотят, какие краски нужно использовать. Как у вас? Вы просто натягиваете холст, а что дальше? Ну, не я сам натягиваю холст, да, а картина просто стоит на матьберке, пустая, совершенно беленькая, девственно, берется кисть, краска. Это же важно, с какой краски начать? Ну, это уж, да, это какая, да, это какая, какая тебе больше понравится краска, конечно. То есть каждая краска имеет свой энергетический заряд, безусловно. Вот здесь вот чем заряжена? Я бы сразу ее схватила, почему-то. Голубой с зеленым, я вам скажу сразу, ну, как доктор, я вам скажу. Давайте. Вот. Здесь больше... Да говорите, что вы уже. Ну, пусть меня, да, да, пусть меня поймут правильно. Здесь больше печени, и печень – это зеленый цвет, да, вот, а голубой цвет, он успокаивает печенку. Вот, то есть болит и как бы успокаивает. Да, да, вот, наверное, я вышел писать эту картину, был несколько возбужден, здесь появилось и зеленое, чтобы себя успокоить, и появился еще и синий цвет, который успокаивает нашу печень. Что важно, вы же как-то... Вы смотрите, я изначально эту картину схватила вот так, вот в таком, почему-то мне показалось, что она должна быть вот такой. Но потом вы сказали, что Алина, нет, вот так надо смотреть вообще-то. Не, ну можно и вот так смотреть, безусловно. Нет, ну подождите, на выставке она как висит? Вот так? На выставке обычно вишают так вот, когда видят, где это, где подпись, да, так, так. Вот я вижу, что подпись-то вот она. Вот она, значит, вот так. Ну а почему именно так вы решили? Она так и была натянута вот так? Да, когда пишется картина, она вблизи ее пишу, я совершенно не вижу ничего, каких-то образов там я не вижу, да. А потом, когда она уже готова, получается, то есть краски наложила, для меня оказалось симпатично, вот, в сторону отходишь и начинаешь искать, что ж я там нарисовал. Иногда переворачиваешь картину и где-то находишь вот что-то интересное здесь. Вот и все. То есть она не изначально, как бы, пишется, придумывается там какое-то нечто, вот. А уже потом, когда уже написано, начинаешь искать в ней, ну, какую-то изюминку. Вот. В конце концов, когда находишь, вот тебе начинает она нравиться. А как вы понимаете, когда уже конечный штрих? Потому что, ну, здесь можно было бы еще, знаете, накладывать и накладывать мазки. Ну, как бы, само собой останавливается, уже хватит. Уже хватит, уже. Да, уже хватит. Она уже достаточно, да, на нее уже потрачено время, все, хватит. Хорошо. Вот у вас там стоит картина, давайте покажем ее. Что вы хотели изобразить на, вот, вот, вот здесь? Тоже красивенько. Ну, да, интересно. А вот так, наверное, оттуда. Нет, мне, знаете, мне кажется, вот так как-то лучше. Вот так вот лучше, да? Нет, нет, вот как вы изначально взяли. Что это? Вот когда вы писали эту картину, о чем вы думали? Здесь больше успокоения. Тут, если печень как-то прогрессирует, то там уже нет. Что это? Не знаю. Тоже знает. Нет, ну, все-таки, подождите. Что вы подскажете, ну, на самом деле, не знаю, что такое. Ну, мне, ну, она, она мне нравится, эта картина. У вас есть какая-то картина, вот, на которую смотрите и понимаете, что вот здесь я хотела нарисовать, там, не знаю, рассвет. У меня нет картин, где бы я хотел что-то нарисовать. Это, это на что влияет? Вот, если я буду смотреть тщательно, прям вот повешу, знаете, на потолок, над кроватью, буду просыпаться, и вот как это на меня повлияет? Вот такие цвета. Ну, вот как она на вас будет влиять, так и будет на вас она влиять. Подождите, мне нужен конкретный какой-то эффект. Может быть, мне нужно успокоительное. Это будет меня успокаивать или нет? Или нет такого? Это все зависит только от вас. Понятно. Даже и то, что доктора и медицинских наук умеют рисовать, тоже зависит только от них. Спасибо вам большое, Олег, за то, что вы к нам сегодня пришли. Представлю еще раз. Это Олег Ратанов, доктор, кандидат медицинских наук, теперь еще и художник. Спасибо, что пришли. Спасибо вам. Спасибо.